Здравствуйте, меня зовут Николай Команцев, вы смотрите телепроект «Знай наше». Сегодня мы побываем в Быхове, и я вам расскажу об уникальном производстве вот этих самых колпачков для PET-бутылок. А также отправимся в горки, где нам удалось узнать секреты добычи и розлива настоящей минеральной воды. Пришло время узнать больше о том, с чем мы с вами сталкиваемся каждый день. Запасы минеральных подземных вод в Беларуси – самые богатые в Европе. В Могилёвской области самые большие запасы природной минеральной воды находятся в Борецком районе. И не случайно именно в горках наладили добычу минеральной лечебно-столовой воды, которую можно пить без ограничений. Мы сейчас идём к скважине, где нас ждёт Юрий Викторович, управляющий предприятием, где, собственно говоря, создаётся минеральная вода «Горецкая». Юрий Викторович, добрый день! Я приветствую вас, Николай. Мы, Николай, с вами находимся на скважине минеральных вод в месторождении Горки. Глубина скважины 544 метра. Это много или мало? Вы знаете, это одна из самых глубоких скважин в республике. О! Это говорит о том, что там находится действительно настоящая вода минеральная? Да, согласно исследованиям, это натуральная, природная минеральная вода. Из недр земли минеральную воду по трубам из нержавеющей стали на поверхность в цех розлива поднимает мощный насос. Цех расположен в 20 метрах от скважины. Это позволяет избежать потерь у целебных и вкусовых качеств минеральной воды. Впереди нас ждало отделение водоподготовки. Так, минеральная вода, то, что из скважины приходит, я так понимаю, вот сюда. Да, на этой установке вода очищается от механических примесей, проходит через установку по обеззараживанию воды ультрафиолетом и уже непосредственно подается на производство. Совершенно верно. А это, я так понимаю, можно попробовать? Ну, и не только попробовать. Этот кран предназначен для отбора воды для лабораторных исследований. Сейчас проверим. Мне мама говорила, что я самый лучший исследователь. Вы знаете, никаких примесей, никакого сероводорода и вкусно. И это неудивительно. Минеральная вода в этой установке проходит через несколько фильтров. Котианитовая смола, песок и гравий. Следующий этап – насыщение подготовленной минеральной воды газом. Вода поступает в промежуточную колонну, в расходный бак и в бак насыщения воды в отнесе углерода. А вот насыщение как быстро происходит? Ну, мощность установки до 3 литров в секунду. А потом вода уходит. И непосредственно из данной машины вода поступает на машину розыгрыша. Её уникальность в том, что она выполняет сразу несколько процессов. Моет бутылку изнутри, наполняет минеральной водой и закрывает бутылку крышкой. Весь процесс занимает 20 секунд. Чтобы минеральная была вода хорошая, есть какие-то секреты? Ну, в данном случае, вот на этом агрегате, для ополаскивания бутылки мы тоже используем минеральную воду, чтобы сохранить полностью её химический состав. А вот этого я не знал. Очередное открытие нас ожидало во время процесса закрывания бутылки пробкой. Для того, чтобы исключить микробиологические попадания в тропки, на данном этапе происходит её обеззараживание устро-фиолетовым исключением. Далее бутылки с минералкой по конвейеру в стройном рядом отправляются к этикеровочной машине, где получают фирменную одёжку. После нанесения этикетки последний этап. Упаковка бутылок в термическую плёнку для транспортировки. Мне вообще понравился здесь у вас и вопрос, а почему, почему вот эту воду надо пить? По заключению Минздрава Республики Беларусь, вода рекомендована к употреблению при различных заболеваниях. Вы сами минеральную воду любите? Здесь сомнения. Сколько литров в день выбиваете? Ну, в зависимости от обстоятельств. А на самом деле рекомендую не только своим друзьям и близким, но и с удовольствием угощу и вас. С удовольствием не откажутся. Естественно, составлю вам компанию. Будьте здоровы. Спасибо, взаимно. ОПТИМАЛЬНО И ВКУСНО. У меня в руках обычные колпачки для PET-бутылок. Ну, кажется, ну, такие простые. А производство их такое увлекательное. Сейчас сами всё узнаете. Мы находимся в Быхове на заводе полимерной упаковки. Знакомство началось с сырья на растарочном участке. Здесь, на палетах, в мешках находится гранулированный полиэтилен. В одном палете одна тонна 375 килограммов сырья. Или 490 тысяч будущих колпачков для PET-бутылки. Это вот... Да, вот эта крошка, это и есть полиэтилен. Она безопасна? Да, это абсолютно нетоксичный материал. Из данных мешков растаивается в растарочную ёмкость, по которой в дальнейшем при помощи системы пневмотранспорта он подаётся непосредственно на литевые машины. Называются они термопласт-автоматы для производства укупорочных изделий. На заводе полимерной упаковки в Быхове две таких машины. Стоимость каждой, внимание, около 1 миллиона евро. Машины фирмы Эрбург, которые тут установлены, отличаются повышенной надёжностью. Причём эти машины работают 24 часа в сутки. За смену один автомат выпускает 460 тысяч колпачков размером 38 миллиметров. Ими закрывают PET-бутылки с кефиром, молоком или йогуртом. Или 600 тысяч колпачков 28 миллиметров. Ими закупоривают бутылки с лимонадом, питьевой или минеральной водой. С чего же всё начинается? По этим трубам сырьё поступает вот в этот бункер. Сбоку установлен мастер-дозатор красителя. Потому что колпачок, как правило, на всём, что мы видим, он не бесцветный, а различный цвет. Я вижу, у вас он красный, жёлтый. Да, в настоящий момент вот на этой машине выпускается белый. Вы можете видеть краситель. То есть вот это, вот эта краска? Да, да. Эта краска, это полимерный концентрат. Вот точечки такие. На основе диоксида титана. Диоксид титана – важнейший пигмент белого цвета. Широко используемый в самых различных областях промышленности. Не растворяется в воде. Безвреден для человека. После того, как у нас произошло смешение, эта смесь попадает в экструдер. И эта смесь, вращаясь в этом шнеке, постепенно разогревается до однородной, равномерно окрашенной массы. Это пульт управления? Да, это пульт управления, с которого осуществляется полный контроль над данной машиной. А вот эта коробочка, извините. Это блок-регулятор температур, которые установлены на отдельных гнёздах формы литевой машины. То есть этот блок нагревает до определённой температуры форму для того, чтобы полиэтилен под давлением попал в форму и полностью её заполнил. Готовый расплат, прозаренный до температуры порядка 240 градусов, подаётся в пресс-форму. В момент, когда форма с сомкнута, подаётся очередная порция полиэтилена. Происходит отливка, в данном случае, 32 колпачков, их охлаждение, после чего сброс и транспортировка уже к месту упаковки. Весь процесс отливки и охлаждения занимает 5-6 секунд. Причём 3 секунды из них тратится на охлаждение колпачка с 240 до 60 градусов. А это кондиционер. Его задача – поддерживать в камере, где работает пресс-форма, температуру не выше плюс 12. Это позволяет отливать колпачки высокого качества. А сколько весит этот автомат? Ну, непосредственно сама форма, весит немного более двух тонн. Вот эти две пластинки? Ну да. Готовые колпачки поступают на фасовочную линию. К слову, эту линию придумали, разработали и создали специалисты завода. Европейские аналоги стоят около 30 тысяч евро, а быховские кулибины на создание вместе с материалом потратили в 6 раз меньше. Вот вам пример импортозамещения. Он исключает появление какого-либо брака на готовом изделии. Качество – это важно. Ведь потребитель сегодня, а это вся Беларусь, Россия и Украина, весьма требовательны. Но им нравится качество колпачков из Быхова. Уникальностью этого колпачка является, в отличие от многих наших компонентов, то, что мы сохраняем качество ваших продуктов. Знать хорошее важнее, чем знать многое. Смотрите телепроект «Знай наше». Скоро вас ждут новые открытия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова